Случайно оказались в одном болгарском селе, называется Близнацы, то есть Близнецы. Вот ходим, рассматриваем. Хоть-то оно непонятное. Просто все вперемешку. Все навалено-развалено, развалюшки-запирюшки. И не в традиционном стиле, что-то как-то планировка тоже не знала. Это мощные, конечно, дома, а рядом это, видимо, то, что осталось с прошлых времен, да, от коренных жителей. Этого села, такие совсем простенькие, небольшие. Но, тем не менее, вон тут живут. Ну, живут. Куда им деваться? Пока живут. О, даже вот с этими сдачами на колесах. Там вот, видно, стоит. Да, все вперемешку. А это продается. Ну, продается, вот, видимо, вот это вот. Вот туда вот идет старенькое какое-то. Не знаю, может и вот это. Там вот смотри, вообще, какое домище. Это что-то строится. Заборы глухие. Заборы глухие. Сколько там? Два или три этажа? Терраса, три. Терраса, три. Терраса, три. Терраса. Терраса. Терраса, три. Терраса, два, три. Терраса, три. Терраса, три. Тут уже какой-то переулочек между дамами. Вот непонятно, почему столько здесь людей приезжают, покупают, строят, достраивают, перестраивают. Сула садишь, что тут делать нечего в дороге. Работать. Скажи мне, вот ты бы хотел жить в таком селе? У меня здесь до моря далеко. До моря надо ездить, конечно, на собственной машине. И как-то только по принципу «мой дом – моя крепость». Огород, только если кому-то нравится. Сад, огород. Сад, огород, заниматься садом, огородом. Кстати, я знаю очень много русских людей, которые покупают именно такие частные дома. Причем люди в возрасте пенсионном. И здесь занимаются с большим удовольствием. Работают на земле. Говорят, что климат такой, что можно по два урожая выращивать. И что-то даже для продажи. И, в общем-то, очень неплохо животное разводят. Кто собак, кто свиней, кто там чего. Ну, не знаю. Как-то... Как-то...